здравствуйте прекрасно отдаю себя отчет что вопреки обыкновению двигаюсь так сказать по общей стезе то есть все сейчас там ну не потому что приглашаю марию певчик себе на канал даже если бы захотела наш не не пришла бы куда этом но все сейчас ее там приглашаются и обсуждают но вот и решил я еще еще раз по просмотру трех серий всех трех честно говорю в отличие от невзорова который с которым согласен что смотреть там ничего но он невзоров меня другая фамилия поэтому я таки решил посмотреть но у меня другие подходы к этому делу так вот после просмотра трех серий первый вопрос который у меня возник которую никто насколько я могу судить не задавал более того и не задаст это кто такая мария певчих только не спешите сейчас ржать крутить пальцем у виска и писать какие-нибудь злобные комментарии подождите еще хотя бы минуту вопрос кто такая мария певчих у меня возник не спроста и не на пустом месте дело в том что специальная ее никогда не смотрел в исключении вот этих три серии а до этого если пару раз и попадалось то не допустим интервью с ней юрия дудя то есть я шел не на марию певчиха на юрий дудя нравится мне как он работает и вопросы задает но еще где-то там тоже решил послушать как люди а плющев с по-моему с ним оба серых басилашвили ли какие там короче женой майкл анаки вот они с ней тоже общались так вот в трех последних ну последних смысле из тех что я смотрел разница между ними там и ход может быть но тем не менее где сталкивался вот в этих видео я видел три разных титулование этой дамочки написала мне одна в комментарии на одно из предыдущих видео посвященное фильму предатели канон салам усе все правильно сказала так вот муся похоже это троица потому что в одном случае ее подписали как глава отдела расследования фонда борьбы с коррупцией во втором случае директор международного фонда борьбы с коррупцией по моему если не ошибаюсь она представлялась дудю именно так в третьем случае просто директор фонда борьбы с коррупцией и во всех случаях вот эти подписи она никоим образом не комментировала и не опровергала если допустим невзорово там но не знаю назвали бы великим российским писателем он бы возмутился он возмущается по многим другим суд поводом когда его там титулуют не так как он скажем считает правильно я бы тоже возмутился уже меня где-то обозвали допустим политологом или экспертом но многие не возмущаются вот и муся в смысле мария певчих вот из их числа то есть кто она на самом деле сейчас честно я было бы интересно знать потому что если верно последние директор фбк то а как быть с уже дважды награжденный немецкими премиями за свободу сми и вдовой алексея навального она кто ну да ладно вернемся все-таки к фильму предательства слава богу три серии на этом закончим кстати интересно попрос по после выхода двух серий не безызвестны многим наверное из вас дмитрий гордон возмущался что она взяла массу значит кусочков из интервью которое дело с разными людьми в разные годы и ни словом в этом не обмолвилась потом уже на фейсбуке где-то я прочитал ушел вот она круто типа сделала она все эти вот ссылки перечень материалов она вот в конце третьей серии предоставил ну мало того что там скажем достаточно мелкий шрифт и достаточно быстро это все прокручивается но то что я успел заметить по моему одна или две было ссылки на гордона он когда говорил что из многих взяли под итогу двух серий наверное имел ввиду больше но там кто его знает ну то есть она сделала все красиво как пишут это тоже из комментариев в разных соцсетях и все эти ссылочки предъявила в самом конце третьей серии то есть с не безосновательной надеждой что значительная часть зрителей до этого самого конца просто не досмотрит ну да ладно так вот по поводу кто предатель и что во первых как в первой серии там не знаю сколько пять десять пятнадцать минут было посвящено квартире квартиром ельцина и его друзей в этом же доме значит в третьей серии по моему 12 минут кто-то посчитал было отдано квартире собчака и что из этого какое это отношение имеет к заявленному предатели и вообще собственно к теме фильма правильно сказал один из блогеров что фильм фильме перепутаны две так сказать ипостаси если это исторически как бы документальный фильм то там не должно было быть того то то вот то вот если это политика и чуть ли не предвыборная агитация грубо говоря то там других каких-то вещей не должно было быть но тем не менее что сделала то сделала конечно интернет пестрит просто восторгами дикими восторгами по поводу какая она умничка и вообще все это правильно сделала как бы сказать а и в комментариях там некоторые мне 68 мне 72 вот тогда жили как бы не понимали вы теперь поняли и поняли теперь что дальше открутим историю на 30 лет назад или хотя бы на 25 и что-то изменим так не бывает кроме как фильмах и фантастических романах не говоря про то что может я что-то пропустил но если кто-то смотрел более внимательно чем я поправьте но ни разу не было упомянуто что собственно говоря ну как минимум начиная с девяносто шестого года это были уже как бы не выборы но выборы путина первые которые типа демократические там в двухтысячном году и в каком это выборы были это после того как ельцин его назвал всенародно своим как бы преемником и после этого кто-то всерьез рассчитывал что кто-то победить другой это не говоря про войну в чечне рязанский сахар взрывы домов в москве и волгодонске и прочее 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 то есть об этом не слова я уже не говорю о том что принципе про украину там тоже мягко говоря тишина но я бы сказал что самое интересное и важное наверное даже не это самое страшное самое печальное по итогам этого фильма с которого будет молодежь черпать информацию молодежь которая какие певчих в общем-то либо вообще не жила в те годы когда было там расстрел белого дома и выборы девяносто шестого года либо было в таком возрасте как певчик плюс-минус год-два вот они будут черпать из этого сведения той эпохи которая которая ну мягко говоря не очень близки к правде ну и насколько я понял опять же повторюсь если кто-то считает иначе или считаю что я чего-то не недо смотрел не допонял то поправьте насколько я понял смысл фильма ну что ельцин и компания все эти олигархи включая и ходорковского и гусинского и прочих значит они предали страну и поэтому появился путин ну и соответственно поэтому если убрать путина провести там иллюстрацию еще что-то судей политиков наверное то вот здрасте будет вам прекрасная россия будущего шикарнейшие объективнейшие иллюстрации к этому ну иллюстрации это сейчас был сарказм является вчерашнее по моему моему это в пятницу началось до огромнейшая очередь к поклонной горе где выставлена техника взятая значит захваченная на полях боев в украине огромная очередь там это все тысячи и десятки тысяч это у всех фамилия путин или хотя бы патрушевый шойху или это тот народ с которым певчих и иже с ней собираются строить прекрасную россию будущем про народ кстак словом сказать фильме извините за тавтологию но ни слова не сказано что но тот урванили люди поверили точно так же и в комментариях так далее то есть как по мне так единственный и собственной главный единственный результат этого фильма точнее даже не столько результат сколько цель это показать себя любимую марию певчих с учетом вот сказанных в начале ее должностей на то смысле с которыми не очень все понятно то как бы цель ясно нету никаких никакой вдовы навального не бывшего там директора волкова если не ошибаюсь у кого-то есть певчих умная красивая молодая это опять же цитата из разных комментариев и она вот она борец коррупции с подданством его величество и прочее прочее а все остальные либо виноваты либо чего-то недопонимают либо должны следовать за путеводной звездой вот этой вот муси ну каем случае мне так показалось польза от этого фильма кроме денежной самой певчих кстати в начале фильма идея алексей навальный нормальным шрифтом а вот автор мои певчих шрифт уже гораздо покрут крупнее чтобы все понимали собственно кто есть кто и как в том старом анекдоте папа папа дядя из америки приехал так и так так и здесь все знали кому кто обязан вот и получается собственно красиво три серии все замечательно разоблачительница но по факту как по мне она придала всех в первую очередь свой фонд борьбы с коррупцией ну точнее его скажем активистов если такие еще остались но я не думаю что после ну судя по реакции так сказать массового зрителя и незрителя будут и спонсорские взносы дальше фонд идти да и на этих видео она заработает немало будет ли она с кем-то делиться мой большой вопрос вставайте здоровы слава украине живи беларусь и и и Продолжение следует...